Медицинские учреждения, все наши больницы, поликлиники и так далее, стоят на нашей земле городской. Финансируются за счет нас, опять же, горожан. При этом, поступив в это учреждение, сразу же с порога сталкивайся с тем, что с тебя вымогают деньги в принудительном порядке, благотворительный карманный фонд. Откуда не берутся эти благотворительные фонды? Ну, для этого проведем аудит и увидим. А вы готовы это сделать? Конечно. Мы, главное, умеем это делать. Все исправлять путем честной программы медстрахования на уровне города. Что касается страхования, очень правильная вещь. Нужно подумать, как ее внедрять и что делать, но я просто расскажу, что мы сделали на уровне области. Сейчас все врачи, которые переболели ковидом, даже не врачи, а все медицинские работники, все медицинские сотрудники, они у нас получают по 10 тысяч гривен из областного бюджета. Из областного бюджета? Да, это единственная программа, которая внедрена на всей территории Украины. Медики очень хорошо воспринимают, это понятно, что эти деньги нужны, потому что они тратили и тратят деньги на лечение, на реабилитацию и прочие вещи. На уровне города только обсуждается сейчас, что мы вот сделаем страховки, мы что-то еще сделаем, они обсуждают, а мы уже сделали. Все, что происходит в городе, в том числе и с чиновниками, должно крутиться вокруг людей. У нас сейчас смещаются акценты. У нас либо вокруг парков, либо вокруг фонтанов, туалетов дорогих, зверей, со всем уважением к любым живым существам, но тем не менее. А люди, это же наша основная ценность, нам обязательно нужно смещать акценты, поэтому я тут полностью поддерживаю Алексея. Все блестит, все золото, да, мы первые в Украине, но внутри мы понимаем содержание какое. В вас в районе это происходит? Не будем никого огульно обвинять, но это общеизвестно и было всегда, что это наиболее легкий вопрос списания затрат. Наладочный ремонт, а не капитальное вложение, которое будет нетронутым десятки лет, если оно сделано высокотехнологично. Опять же вернемся к тому, что происходит в домах. Должен быть тепловой уйдит, дома должны утепляться, вот мы слышим утепление, утепление, утепление. Тепловой уйдит не проводится, должны утепляться дома тотально по всему городу и от соколя до кровли. Это даст тот эффект, который действительно будет. Олексій Вац. Народився 2 квітня 1975 року у Харкови. У 1997 році закінчив Національну юридичну академию. Згодом отримав другу та третю вищі освіти. Має 23 роки стажу у сфері юриспруденції, економіки та держслужби, а також досвід керування у державному управлінні. Одружений, виховує сина. Что еще требует тотального аудита в городе? У нас есть в нашем прекрасном городе, который второй на Украине, по финансовым оборотам так же, практически идет наравне с Днепропетровском после Киева, огромнейшая доходная часть. Мы должны проверить полностью расходную часть. Насколько она оправдана, насколько она прозрачна, насколько она честна. Это реально? Сколько для этого нужно времени? Человека-часов? Специалистов? В течение полугода-года, в зависимости от оборота предприятий, мы это сделаем. Это актуальный вопрос? Это очень актуальный вопрос. С этого нужно стартовать будет после того, как новая каденция депутатов зайдет. Нам, конечно же, нужно будет посмотреть, с чего мы начинаем. Поэтому аудит крайне важен. Отвечая бы на вопрос, сколько времени нужен, я бы рекомендовал все-таки определить, а за какое время мы делаем этот аудит? Потому что можно за 5 лет, можно за последний год? Хотя бы, как минимум за 1095 дней, за 3 года. Я знаю, что вы выступаете с инициативой о муниципальной охране. Можно чуть подробнее? Что это? Опять же, на сегодняшний день, крайне надеюсь на Алексея Владимировича для того, чтобы просить коллег Верховной Раде о законодательной анициативе, потому что в первом чтении принимался закон о муниципальной аварте, и так он с 2015 года остановился. Речь идет о том, опять же, вернемся, о наркоторговле, о распространении спиртного, о охране всех школ и детсадов на территории города, массового отдыха граждан на улице. То есть тут не так, как приостановить преступность, махнуть. Ее реально можно приостановить. И должна это делать муниципальная охрана за счет горожан, и которая, опять же, от А до Я будет под отчет на горожан. Это будет престижная служба. Но они, в Харковчане, будут служить харковчанам. И если нет конкретной отдачи, сразу будут сменены. Я поддержу Алексея в этом начинании. Это очень важный процесс, момент. И точно мы будем иметь поддержку среди наших народных депутатов. Тем более, что мы обсуждали это с ними. Я думаю, что в ближайшее время инициатива эта будет продвинута. Мы проанонсировали сразу несколько ваших инициатив. Алексей Владимирович, я так понимаю, большинство из них готов поддержать, чуть ли не все. Да, друзья, желаю победы. Алексей Вац, кандидат в городской совет по Киевскому округу. КОНЕЦ